Рак У нас 10 минут на посадку осталось У нас 10 минут на посадку осталось Как 10 минут на посадку? Ну, 10-10-30 вылет Да То как бы 20 минут посадкой наканчивается Бля, нужно идти А ты знаешь, какой у нас гейтер? Нормальный Димас Нормальный Димас пропал Всем привет, народ Мы вылетаем в Одессу Как дела у кого? Почему не спим в субботу так рано утром? Кто ждет в Одессе, кстати? Кто-то есть вообще с Одессой Или Одесса спит? Мы скоро отправляемся в тур, кстати Так что ищите в вашем городе Значит, альбомы, кстати Альбом полностью сольный Ни одной совместки Я думаю, я достаточно совместных работ выпустил Поэтому сейчас Хотелось открыться с новой стороны И Мне так показалось, что это можно сделать Только если Все треки будут сольными Ну, как бы, чтобы не разбавлять Салют, Клауд Димас ушел куда-то Я не знаю, пропал Без вести Кстати, есть хорошие новости Альбом полностью закончен Сейчас мы его Делаем мастерингом Гейт опять Гейт пять? А, в ту сторону, видишь? Опять Ну, типа, он может быть в самом конце По-моему, он есть в самом конце Я, как-то, по-моему, повелся над тем Потому что... А если он не найдет нас? Блин, мы можем дурак Блин, мы можем самолет ебать Блин, мы можем самолет ебать Каким, просто вот так Типа лайвом В трансляции с полиции Что ты ебал самолет из-за того, что сам продолбоебил Просто даже нельзя отмазаться, сказать, что там проблемы какие-то Что там говорят при отмене концертов? Что... Что... Что, ебанулись, что ли? Все, ребята, короче, извините, я бегу Мы опаздываем Или... Или что? Не, у нас вообще в любом случае Зайдите еще, значит, можно Ну, наверное Но лучше, короче... Лучше не рисковать Ну, я, кстати, не вышел с этого, с трансляции Можно говорить, типа, опаздывать и говорить одновременно Не мешают друг другу Ё-йо, народ, что там, что там Мы это немножко проебались Альбом... Скоро, ребята, нет даты у меня альбома Это не все от меня зависит Во-первых, типа, он еще на мастере То есть нет у меня финальной версии на руках Это во-первых А во-вторых, даже когда она будет Есть же нюансы разные еще Это же не просто там взять и слить его в интернет Так... Больше делать нельзя С каким салатом У меня не было салата, в принципе, сегодня Салют всем, кто только подключился Тем временем мы опаздываем на самолет Но, уверенно, идем Я надеюсь, что мы успеем Нам надо в А5 Как вы думаете, он далеко находится? Я не знаю лично Ребят, я не могу вам сказать, сколько треков в альбоме Вы увидите, когда он выйдет Я и так, в принципе, уже сказал, что он сольный полностью И что он, в принципе, готов А вот Чего-либо кроме этого я вам сообщать сейчас не могу и не буду Какой это гейт? А, опять Все, мы пришли Представляете, мы даже не опоздали, оказывается Даже посадка не открылась Я с пацанами отыскен Кстати, насчет Украины Помимо Киева и Одессы будут города Могу вас уже порадовать У нас уже есть список Просто Пока что их еще не анонсируем Но я думаю, что совсем скоро будет анонс Потому что часто спрашивают И, в общем-то, мы скоро к вам приедем Андрюк, я тут пока похожу, а то я не люблю стоять на месте Я думаю, можно присесть где-нибудь вообще А, ну да, в принципе, все-таки А давай туда, с той стороны Я думаю, раз такая очередь до сих пор не начали посадку Они задержат ли рейс? Ой, бля, ну у нас, кстати, час пересадка, но там Причем в этом В Минске нужно выходить И заходить заново в Дьюси-фри Объясни причину приезда в Казахстан, спрашивают Ребят, как вы думаете? Ну, на самом деле, если без шуток У меня, во-первых, есть родственники из Казахстана Но это такая информация Не связанная вообще никак с моим приездом А вообще, как бы вы уже видели, что я приезжаю Точнее, если вы знаете, что я приезжаю в Казахстан, значит, вы знаете причину Потому что я туда приезжаю и очень странно спрашиваете Мне так кажется, по крайней мере Понравилось ли мне в Одессе? Да, мега крутой голод Да, мне понравилось в Одессе Сорян Если бы мне не понравилось, мы бы туда не ехали третий раз за последние, сколько там, два месяца Нет, три месяца, по-моему, или четыре Че, кто бой сегодня смотреть будет? У нас завтра вылет в Москву ранее, но Я думаю, что я буду, короче, смотреть и сразу же поеду в аэропорт Потому что я думаю, что если я лягу спать И Проснусь в надежде, что я все Что, типа, я не увижу спойлер первее, чем я увижу боя Мне кажется, это наивные какие-то Желания, потому что в прошлый раз я так сделал, по-моему, когда МакГрегор с этим, с Майвезером был И первое, что, блядь, я увидел, это поднятую руку второго Димас Я лечу в Одессу Ты что, трансляцию не смотришь? Это, кстати, не тот Димас, который потерялся Хотя мы все потеряны немного За кого болеть буду? Слушай, мне кажется Позвони Диме, а то он мне звонит, приват Мои редкие трансляции Видишь, кофе выпил, меня на разговоры потянуло В первый раз, блядь, за все мои трансляции, по-моему Мы сидим на скамеечке За кого, я не знаю, я повторю, что я просто хочу подстрелить хороший бой, а там мне, в принципе Да хер знает, короче, я просто хочу подстрелить бой В Красноярск мы уже совсем скоро отправляемся Одиннадцатого числа, по-моему Кстати, нет, я в Красноярске с десятого, а одиннадцатого у нас концерта Вот так Вот этот, потерянная душа Ну, и что, где ты был? Мы искали тебя Всем перископом хотел сказать Пятьсот на кого? На кого поставил? Пятьсот фунтов, да? Я, кстати, тоже хочу поставить Это, в общем, я не знаю, типа Не, не об этом Я просто говорю о том, что я хочу поставить, я думаю, что это звучит как ебучая реклама, блядь Короче, я не буду это даже называть слух, ребят, нет никакой рекламы Не ставьте эту хуевую тему Просто смотреть интереснее, конечно же, таким образом Ну, ладно, я не буду себя закапывать дальше Никогда не ставьте ни на что Это развод, и не слушайте людей, которые вам советуют это делать Никогда Что там, что там происходит? У нас, кстати, походу задержали рейс, да? У нас, кстати, походу задержали рейс, да? У нас, наверное, еще не сели Ну, я уже вижу, что там людей Они там, я видел одного самолета, пропеллер меняют Да? Мне кажется, это, там белорусский флаг был просто справа на крыле Да, никуда не шучу А, блядь, ты летать боишься? Да, блядь, да Короче, это, я не шучу, нет Помните самолет, который был с коссенантом в Тонске? А? С коссенантом в Тонске, помните? Блядь, да, а мы на таком полетим в Одессу, с Минска в Одессу будет самолет с пропеллерами вот этими двумя Мелкие, это же да, по-моему Как и с Риги в этот Нет? А с Риги мы летели на пропеллерах, на таких пропеллерах Просто я думал, что, блядь, я в новом альбоме нет фитов ребята это говорил сольный полностью от и дом альбом ладно я могу рассказать дату вы хотите точно это знать димас вот говорить не надо димас если бы я слушал каждый раз каждый раз когда что-то там ладно ребят я вам честно скажу альбом выходит 23 декабря 23 декабря выйдет альбом перед туром выпущу выпущу типа этот как сказать короче типа ну сниппета но не там будет все по краске сделано там будет нарезочка мясная не мясная в плане того что там будет самый жир из всех трек вот 23 декабря альбом great depression во всех на всех платформах я просто немножко сейчас там на ставочках проиграл пока мне не до альбома я поеду сейчас это шампиньоны собирать на ферму устроили тур конечно будет ребят вот вот смотрите вот и кто что-то там mw m2r 3r ты спрашиваешь быть у меня тур весной но ты же у меня в инстаграме сейчас сидишь если ты посмотришь повнимательнее то ты увидишь список городов не 20 декабря слишком рано 23 декабря у меня есть причина почему именно в эту дату выйдет альбом товар что это важно дата для меня братан и на твой месте так не смеялся бы потому что ты сейчас переходишь на лично сургут да я приеду не сургут я приеду на встречу одноклассников я же там школу заканчивал в могилёв не успеваем и хотели сейчас в минске короче остановиться ненадолго но танковых войсках во владик я обязательно прилечу да только чуть позже мы были у вас когда мы были там мая да а я траванулся еще тогда в москве пиздец а еще владик типа крутой концерт это город но это единственный город за все ну за все мое небольшое время туров и гастролирования не люблю к себе слово гастроли какое-то старческое где попался долбоеб когда шел на сцену когда у меня конфликт был стихом помнишь в толпе нужно тип того который хотел выяснить отношения да странно хуйня ребят если вы приходите на концерты и блять творите какую-то дикую хуйню сидите дома я не знаю и банить ксанокси успокойтесь короче вот что имел ввиду оксанокси надо в караганду да приеду вот кстати все кто спрашивает по поводу городов типа как уточнять точно ли в них приеду естественно них точно приеду если это написано от моего же лица то есть странная спи я промотил даже я их особо-то и не промочу но типа точнее как хотелось бы я выставляю в принципе все но если вы видите это у меня на странице значит я туда еду да грюк салют кстати мне вчера да не говорил что ты приедешь получается да ты будешь питере да и приедешь на московский офигенно очень круто обязательно обязательно слоимся и затусим потому что я в москве буду по-моему два или три даже дня почему не царанск а потому что он был весной это канал что на этот комментарий отреагирует салют всем люди еще не двигаются но кстати на самом деле у нас действительно задержка приеду ли я в черновцы я не знаю покажу запросов не было но опять же вот я повторюсь для тех кто может не слушать не слышал скоро будут новые анонсы городов на украине потому что запросов было много мы просто нас возможности из-за времени не было приехать но сейчас мы я бы не скажу что она сейчас появилась мы просто по-моему через себя перешли и до конца этого года мы приедем в еще два города на украине заместо того чтобы отходить от тура получается у нас там по-моему недельный отдых был запланирован я решил поехать на украину так что будем там какого у тебя цвета глаза зеленого но у меня не меняется кто-то пишет хуёвый вискарь как и твоя инста интересно причем здесь вискарь но те кто на те кто взят на вискарь я их блокирую как заблокировать этого человека на виски нельзя пиздить а как его заблокирует я типа напишу что это был типа этот как абьюзив контент как по-русски написано нет нет короче задевает чувство ну типа того я от слова не говорил если меня теперь его я вернулся что там ребят будет ли когда-нибудь виде отчет с тура ну тур еще не начался так что я думаю что будет да в одессе будем летом 2019 я почти уверен что будем давно что все нормально было до лета 2019 просто в мире чтобы не кто ничего не ебанул а то что мне кажется что все катится какой-то пиздецот в хабаровске я был после владика весной следующий раз прилетим я думаю ну опять же весной не думаю а точно что мне с микрофоном было на констракте самый час один из самых часто задаваемых вопросов ребят микрофон короче так получилось что один из звука инженеров перепутал микрофон и вы сами видели результат но на самом-то деле как бы ситуация неприятная но зато я видел максимальную отдачу от толпы которую в принципе даже не ожидал в подобной ситуации и я со сцены слышал свой парт просто как будто я учитал сам ну и плюс коме так все писали об этом так же типа не скажу что пиздец как расстроен хотя казалось хотя естественно хотелось бы избежать таких моментов начинается да значит того что не пел не под фанеру я никогда не да никогда не пел не под фанеру вообще в принципе никогда не пел а сейчас типа я пытаюсь избавиться максимально от даже каких-то вспомогательных бэков если мы не говорим конечно припеве но мне мне нравится выступать самому без там бэк комси и так далее поэтому естественно это не всегда возможно вот но в целом мне кажется выступать под плюс это такое я сам даже заметил что когда чем меньше я стал оставлять какие-то вспомогательных моментов на биттах во время лайвов тем больше я сам от них кайфу что про саратов именно спрашивать если когда мы приедем то у нас поможет у нас же в этом туре саратов да нет как не весной в транзите он был начнут в этом есть а его просто нет окей ребят ребят знаешь типа ну это естественно все продуманная акция и я естественно знал что его нету но он скоро будет вот такая вот вещь в Волгоград мы едем да когда же эти в Полтаве видимо с тебя спрашивают серьезно скажи всем этот парень из Полтавы вы знаете все узнали а представь мне мне нужно еще и общаться на самом деле у меня в первый раз получился хоть какой-то диалог слэш монолог а там люди еще не закончились выход на посадку а 06 приготовьте пожалуйста паспорт и посадочный талон желаем вам приятного полета кто я? Димас ты как мой учитель я хотел бы тебя поздравить Димас меня многому научил на самом деле вот в первый раз я скрутился мне кажется благодаря Димасу и не только ребят у нас дисциплина была лютая помнишь как я один раз подстригаться пошел в детстве я конечно упущу подробности но когда я встал с кресла я уже был не тем человеком ребят это все короче я не хочу опоздать на самолет иначе все одесситы обидятся и мне самому будет неудобно ну а куда мы шли тим? туда? вот в общем это всем а что? сейчас секунду короче ребят последние вам слова наставления от меня все посещайте сайт markul tour.com следите за обновлениями города которые мы попадаем ждите альбом который уже на мастеринге и повторюсь еще раз будут добавляться города скоро всем пока мы летим дальше